Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Засыпляю ее. Дай пока потихоньку забивай, а потом дальше легче будет. К себе наклоняй ее, наклоняй к себе. Больше еще наклоняй, вот так. А теперь лопатой подтягивай, повыше. Все бей. Сильно не тяни, голову убери. Так, я с той стороны зайду. Все, еще больше никак. Рядом вторую, точнее, лопатой, приготовь ей место. Молодец, он не слышит. Сережа все время 3-4 раза повторять надо. Вплотную катай. Так, все, тащите. Мы один раз сделали, ясное дело, что дальше идет синхронно. Так, поближе сюда, поближе. Вот так, надо теперь загонять его туда. Возьмись. Лопатой подтягивай. Давно было уже рогатину придумать. Ну, упадет так. Ну, и вот так дальше. Забили колышки по уровню. Потом отрезали лаги. А под лаги подложили сено и шерсть. Вот она, шерсть забивается туда. Матушка дала нам 4 мешка шерсти. То есть, самая мелкая частица воды, если будет протекать, они задержатся. А сено это крупное. Не даст ему шерсть выместись. Потому что... Вот сено, оно из подлаки высовывается. Вот сейчас только вот это разобрать, доску ложить и проверять начнем. Примерно 2 метра ширина и 80 сантиметров, может быть, высота сделаем. Этого короба. Это все по уровню, с небольшим наклоном туда на выход. Вот уже доски подготовили, подлощили. А там между собой они распоры будут уже, тоже найдены. Здесь забили кое-где дополнительные сваи. Потому что тут кое-что уже наклоненно туда ушло. Если будет желание потом приехать, еще привезти несколько свай. Закрепить вот этот край. Да и тот тоже не мешает. Ну вот здесь вот где-то. Вот здесь мы ни одной не забили. Потом может быть. Но это все подпиливать придется. Как только сейчас доски установите, и сразу можно будет подпиливать. Подпиливать чуть ниже. Прибить там доску. И эту пазуху, вот эту, до первой лаги. Набить ее сеном и шерстью с глиной. Сергей Павлович выравнивает лаги по уровню. А между ними что, лишнее? Это лучше всего выкинем сразу, она не даст. Там много у тебя, много. Это надо выкидывать. Вот так. Доски эти шестиметровые. Нужно просмолить отработкой. А вы включили? Да. Дай-ка вы это, Сергею Павловичу. Володя. Смотри, чтобы мимо не текло. Мы все мазали по очереди. А столу, это сено, ногами не таскайте на лаги. Вот так. Чтобы они не гнили, не портились. Ни одного пятнышка не оставляй. Теперь на бок только ложить их. И с одной стороны, с другой, с торца, торец знаешь где. Вот уже выровняли. Лаги положили. Шерсть все забили, выровняли. Это будет стек. Уменьшаем на 9,2 метра. Метра 80 ширина. Хотел 2, да? Думаю, ладно. Лучше-выше сделаем. Доски эти, 6-ти метровые. Нужно просмолить отработкой. А вы включили? Да. Звук не слышал. Идет цифр, да? Дай-ка вы это, Сергею Павловичу. Володя. Смотри, чтобы мимо не текло. Мы все мазали по очереди. А сено ногами не таскайте на лаги. Вот так. Чтобы они не гнили, не портились. Ни одного пятнышка не оставляй. Теперь надо только ложить их. И с одной стороны, с другой, с торца. Торец знаешь где. Вот уже выровняли. Лаги положили. Шерсть забили, выровняли. Это будет стек. Уменьшаем на 9,2 метра. Это метр 80 ширина. Хотел 2, да? Думаю, ладно. Выше-выше сделаем. Вот промазали доски. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2. Метр 80. По два гвозди. Все, все. Теперь начинает прибивать. Так, следующий давай. Бери ломик, и ломиком прижимай. А середину потом? Да, числа сразу, сразу. Сразу все четыре. Длина гвоздя какая должна быть? Вот, допустим, сороковка у нас. 4 сантиметра доска. Какой должен быть гвоздь? Я Виталию Синову говорю, в 2,5 раза больше. Какой? Не в жизни считает. Ну, 2 раза умножить. Это 8. А половина еще двойка. Сотка. Я говорю, а как хлеб покупаешь? Ну, я даю мне. А сколько значит? А сколько дадут? Я ему таблицу и блажение дал. Все, бесполезное дело. Так, сдвинь маленько. У тебя сошлось. Вот так. Вторую, Володя, подровняй назад. Маленько стукни чуть-чуть. Молотком. Она неровна. Хорош. Все. Ломик крепко втыкай. Прижимай. Все. Да не дергай. Раз нажал, уже не шибели его. Все. Держи. Больше-то не надо давить. А ты зачем отпускаешь-то? Я не успеваю вам говорить, что надо делать. Толк-то какой, что ты ее нажал-то? Если ты отпустил. Ты, если добился главенства, то никогда уже назад не отступай. Она тебя съест после этого. Она пойдет к светке, к подруге. А та скажет, я пять раз развелась и ничего, живу. Разведись, он поганец над тобой и издевается. Все. И будешь только на седьмой до десятой главе, пятой главе, первой коринфянам жить. Так, следующее. На следующее подтягивай. Воткни, нажми. Воткни, крепко в землю воткни. Все, теперь прижимай. Все, больше ничего не надо. Не отпускай только. Вот он, гвоздь, должен делать наклон к себе. Тогда он ее подтягивает доску. Понял? То есть гвоздь от себя, отклоненный. Следующее. Молодые ребята, учу их. Сорок лет всего только. Юноша. Мы на благовестии были, бабушка вышла одна. Ну, видно, что древняя. Я спрашиваю, баба, сколько тебе лет? А тебе сколько? Я уже не раз рассказывал. Ну, я говорю, там, 70 чем-то. Да ты сопляк еще. Ой, я баба как обрадовался. А я думал, что уже все. Что-то рассказываю. Что непонятно? Воткну, он все равно не прижимает. Да не будет он прижимать ее. Ну, нажал, держи, не шевели даже. И он прибьет ее. Прибивай. Уже 10 раз сказал. Назад не отпускай никогда. Ну, так вот сейчас днище покроем, а потом стенки. А потом там впереди особое такое устройство сделать, чтобы вода не попадала. И в концовку. И далее еще слив воды сделать. И дальше камни сделать, чтобы вода разбивалась. А в городе ничего не надо. Да в окно смотрят только. В чужих ресурсах находятся. Вот ко мне заходят каждый день. И советы какие-то дают. И матерятся. То есть пустая, гнойная жизнь. Жизнь развратных людей. Мы никуда не смотрим. Я никогда не хожу. А зачем смотреть? У нас своя интересная жизнь. Он сделает, как мои уста. И они сами будут к тебе обращаться. А не ты к ним. Еремея 15-19. Если из ничтожного, излечешь драгоценное. Наконец-то в режиме. Вот так. И стоя, и держи. Здесь вот щель создалась. Вот так. Вот так. Из двух ружей стреляют без промаха. Любого кабана завалят. Из двух молотков искры летят. Вот как живут у нас в деревне. А не то, что в городе. Одного гвоздя не может забить. Бегает, соседа зовет. А потом и говорит. Что-то жена не любит его. Ну вот мы уже обед сегодня у нас. Вот столько вот успели работу сделать со шлюзом. Сейчас вот тут решили отобедать. А то уже силы покидают. Жарко на улице еще. Тут у нас вот суп рыбный с лапшой. Лепешки. Вот они в тенечке спрятались. И все равно солнце уже высоко поднимается. Скоро не спрячешься. Помидорчики, огурчики. Компот. Березовка в бутылке. Компот еще есть, если что. Березовый сок. А это компот. Да, я сказал. А корзинка какая. Да. Сам это по грибы ходить. Пусть все по-другому. Кого корзинку отобрали? Не знаю. Кто-то подарил. Добровольно, принужденно, да? Покажи там стенки, скажи, вывели уже. Да, я показал уже. Покажи там стеночки. И на этом все. Сделали планировку. Забили солома. Вот лаги установили. И вот здесь вот сейчас. Вот такая будет из девяти досок. Слив такой будет идти. Тут вода будет весеннее идти. Тут будут впереди доски стоять. Вот они будут уже регулировать деревенские. Сколько им воды надо. Все, слава богу за все. Браво я. Ну, вот так короб сделали. Фронтон сделали. Дальше здесь будет запаковываться. Камни убрали пока в сторону. Без применения. Уходим. Трем часам в субботу. Чтобы успеть сходить в баню. И прям все. Доски поскидали вниз. Вот такое вот. Метр восемьдесят. Раз 2,3,4. Семьдесят с лишним сантиметром.